Мы с вами продолжаем исследовать древние клинописные законы. Это законы, которые были в странах Месопотамии, которые окружали Древний Израиль. А также мы будем сопоставлять с законом Моисеевым, чтобы более лучше понимать терминологию и культурно-исторический контекст этого периода. И в данном видео мы с вами посмотрим, какими принципами суда руководствовались в этих древних законах при вынесении приговора и наказания за сделанное преступление. А если быть точнее, мы с вами посмотрим на такой принцип юриспрудекции морали, как Толион. Толион присутствовал практически во всех древних законах. Но сперва давайте посмотрим, что означает данный термин. Толион происходит от латинского слова talis, которое переводится как такое же. В латинском языке Толион означает закон равного возмездия, или другими словами принцип зеркального наказания. Принцип Толиона – это принцип судебного наказания, согласно которому необходимо совершить над преступником точно такие же действия, которые преступник совершил над жертвой. Таким образом, уравнять наказание с причиненным ущербом или вредом. Например, если человек украл, то помимо того, что у него забирают то, что он украл, и в виде наказания еще из его личных средств забирают столько, сколько он украл. Кто бьет другого, тот в виде наказания получает столько ударов, такой же степени тяжести, какой он причинил другому человеку. Кто умышленно причиняет смерть другому человеку, то есть убивают, его также лишают жизни. Это есть принцип Толиона. Мы сейчас с вами рассмотрим, как принцип Толиона проявлялся в древних клинописных законах. Мы посмотрим с вами также, как Толион проявлялся в законе Моисеева, как к Толиону относился Иисус Христос и что говорится об этом в тексте Нового Завета. И также мы с вами затронем текст Корана и посмотрим, как в исламе относится к принципу Толиона в судах. И в заключении мы с вами подведем итог, попытаемся все это сравнить и увидеть общую картину. Я подготовил такую небольшую карту, которая находится с левой стороны. И на данной карте будут указаны города, законы которых мы с вами будем рассматривать. С правой стороны я буду приводить тексты из древних законов, в которых присутствует Толион или же другие принципы суда. Толион клинописных законах. Давайте посмотрим в законы царя Хамура, который царствовал в городе Вавилоне примерно около 1750 года до новой эры. Я привел из данного закона некоторые статьи, в которых явно просматривается принцип Толиона. Это параграф 196. Если человек выколол глаза сына человека, то должно выколоть и ему глаз. Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб. В данных статьях очень четко и явно видно принцип Толиона. За выбитый глаз или зуб преступник наказывался лишением глаза или зуба. Это Толион. А вот еще интересные две статьи из закона Хамурапи. Это параграф 229 и 230. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если дом убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя. Интересны эти две статьи, которые регулируют недобросовестное мастерство строителя. Если постройка этого строителя принесла смерть хозяину, то согласно Толиону этот строитель лишался жизни. Смерть за смерть. Но если эта постройка недобросовестного строителя убила сына хозяина, заказчика так скажем, то сына этого строителя также умерщряли. Просматривается степень равности между наказанием и преступлением. Привожу и подобную статью из закона Моисея о недобросовестном строителе. Второзаконие 20 глава 7 текст. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. На мой взгляд, данная статья также обращена к строителям, которые строят новый дом. И так как в древности крыша была плоская, то на этой крыше могли размещаться разные люди, проходить разные мероприятия. И если не было перил, то кто-то мог упасть, подскользнуться, упасть и разбиться или травмироваться. Так вот, согласно закона Моисеева, если строитель не построил ограду и кто-то упал с этого дома и умер, то кровь этого человека, то есть вина за смерть этого человека, падает на строителя и на его семью. К этому строителю будет применен принцип Толеона, принцип наказания Толеона. Следующий клинописный закон, который мы с вами рассмотрим, это Ассирийский закон, который был примерно создан около 1400 года до новой эры. Этот закон действовал в древней стране Ассирии. Параграф 50 говорит, если человек ударил жену человека и причинил ей выкидыш, то должно поступить женой человека, причинившего выкидыш жене другого человека, так, как он поступил с ней. За ее плод он должен возместить жизнь за жизнь. Остановимся пока на этом. Человек ударил жену другого человека и у той случился выкидыш. Погиб ребенок еще, не родившийся. Какое наказание, согласно этой статье, этому преступнику? Наказание происходило по принципу Толеона. За ее плод он должен возместить жизнь за жизнь. Другими словами, умерщвляли одного из детей этого преступника. Но если этот человек ударил так эту женщину, что помимо того, что у ней случился выкидыш, эта женщина также умерла, мы читаем здесь. Если же эта женщина умерла, человека должны убить, а за ее плод он должен возместить жизнь за жизнь. Если женщина умерла, Толеон действовал так, что человек, ударивший эту женщину, также был казнен. И это не снимало ответственности с его детей. Один из его детей также должен быть казнен за его поступок. В законе Моисеевом рассматривается также аналогичное преступление. Исход 21 глава с 22 по 23 текст. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню. Какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную припосредников. А если будет вред, то отдай душу за душу. В законе Моисеевом Толеон действует не так строго, как это в ассирийском законе. То есть, если произошел выкидыш от удара, то закон Моисеев ограничивается штрафом, какой должен наложить на него муж этой женщины. Но если женщина умерла, только в этом случае ударивший эту женщину должен быть казнен. Интересно, что не во всех законодательных сводах древней Месопотамии на суде применялся принцип Толеона. Так, например, в законах Урнауму, царя города Ура, сказано, 16-19 параграф. Если человек другому человеку сломал орудием кость, он уплатит одну мину серебра. Если зубы ему он выбил, он уплатит два стекля серебра за каждый зуб. В законах Урнамму не практикуется Толеон, и наказание происходит в виде денежного штрафа. За перелом преступник платит мину серебра. Мина – это примерно 570 грамм серебра. За выбитый зуб уплатит два стекля серебра. Это 24 грамма серебра. Сложно судить, насколько это много или мало, потому что неизвестно, какая ценность была в древности серебру. По некоторым данным, человек в день зарабатывал полсикля серебра. То есть два сикля – это плата за неделю, за 4 дня. А 20 сиклей – это плата за полтора месяца. Следующий закон – это хетские законы, которые действовали в царстве хетов. В своих судах над преступниками при вынесении приговора хетские законы также не руководствовались Толеоном. Руководствовались денежными взысканиями. Наказание определялось размерами штрафов, денежными компенсациями. В седьмом и десятом параграфе говорится. Если кто-нибудь ослепит свободного человека или выбит ему зуб, он должен дать 20 стеклей серебра. Если в законах Урнамму за выбитый зуб преступник должен был заплатить только 2 стекля серебра, то уже в хетских законах 20 стеклей серебра. То есть хеты повысили денежный штраф. Далее очень интересный параграф. Давайте его посмотрим. Это десятый параграф. Если кто-нибудь причинит вред человеку и сделает его больным, то он должен за ним ухаживать. Должен работать в доме пострадавшего до тех пор, пока тот не поправится. Когда же он поправится, виновный должен дать ему 6 стеклей серебра, и он сам должен также заплатить плату врачу. Очень интересный вид наказания выработали хеты в своих законах. То есть если кто-то кому-то поломал руку или ногу, или причинил какой-то другой физический вред, какие-то увечья, ушибы, то этот преступник должен ухаживать за пострадавшим и работать в доме пострадавшего до тех пор, пока тот не поправится. А также оплатить все издержки на врачей и в конце заплатить еще и штраф 6 стеклей серебра, то есть 72 грамма серебра. Данные меры наказания направлены на то, чтобы перевоспитать преступника, дать ему прочувствовать то, что он наделал. Это ли он в законе Моисея? Теперь давайте рассмотрим принцип наказания за преступление в законе Моисея. Привожу статью из закона Моисеева, которая записана в книге Левитом, 24 глава с 19 по 20 текст. Кто сделал повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что и он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. В своих судах над преступниками судьи, которые судили по закону Моисея в Древнем Израиле, должны были руководствоваться Толеоном. Интересен тот факт, что в священном писании евреев, то есть в текстах Ветхого Завета, мы находим, что и Бог руководствуется в своих судах принципами Толеона. В книге Судей в 1 главе 6 по 7 текст говорится, Адоний Визек побежал, но они погнали за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адоний Визек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом Моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. Адоний Визек – это древний хананский царь из города Визек. Он имел сильную армию, благодаря которой он одержал победы над 70 царями, и он над этими царями производил свои определенные суды, отрезал им большие пальцы на руках и ногах. Но когда Адоний Визек был побежден израильской армией, и с ним поступили точно так же, как он делал, то он сказал, что мне воздал Бог так, как я это делал. Бог, производя суд свой над Адоний Визеком, использовал принцип Толеона и определил ему наказание в такой же степени, в какой он совершал свои преступления. С ним было поступлено точно так же. И еще один очень интересный текст. Это 2 книга Сарс, 12 глава, с 10 по 12 текст. Здесь Бог обращается к Давиду, царю Израиля. «За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия Хитиянина, чтобы она была тебе женой, так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Давид сделал преступление. Он забрал себе чужую жену в жены. И Бог в своем суде использует принцип Толеона по отношению к Давиду. Так как он забрал чужую жену у своего ближнего, у Урия Хитиянина, то и жен Давида также возьмет другой человек и будет с ними спать. Таким образом просматривается, что Бог в своих судах иногда использует принцип Толеона. Наказание по степени тяжести уравнивает степени тяжести преступления. Толеон в текстах Нового Завета Интересно то, что Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 38 по 39 текст, говорит «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». В данном тексте Иисус обращается к слушающим Его евреям, которые знали закон Моисея и которые знали об этом принципе наказания, принципе Толеона. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, это сказано в законе Моисея, это есть наказание Толеона». И далее Иисус берет на себя смелость и авторитетность говорить, что это не стоит исполнять в своих судах. Он призывает людей не пользоваться принципом Толеона, он призывает людей прощать и даже не противиться злу. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Иисус рекомендует использовать совершенно другой принцип воздействия на делающего преступления. И суть этого принципа воздействия заключается в том, чтобы не оказывать никакого сопротивления и не проявлять какой-то агрессии, ненависти, злости к данному преступнику. Насколько это эффективно и действенно, если, допустим, представить, что в судопроизводстве вместо наказания преступникам, наоборот, проявлялось прощение, доброжелательность, желание оказать им какую-то добрую услугу, помощь. На мой взгляд, это направлено на то, чтобы перевоспитать человека, достучаться до его совести, произвести изменения в преступнике изнутри его, через совесть. Несмотря на то, что Иисус учит, чтобы люди не использовали в своих судах принцип Толеона, тем не менее Иисус говорит о том, что в Божьих судах Толеон сохраняется. Например, Евангелие от Матфея в 7 главе 2 стихом Иисус говорит «Ибо каким судом судите, таким будете и судимы, и какой меру и меряете, такой и вам будут мерить». А также послание Иакова 2 глава 13 текст «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». В данных текстах просматривается принцип суда Толеона. Как будет судить человек своего ближнего, который ему причинил какой-то вред или зло? С какой мерой будет подходить, вынося ему приговор? Сколько милости будет оказывать, чтобы простить этого своего обидчика? Точно таким же судом, точно такой же мерою, точно с такой же милостью Бог будет также совершать свой суд над этим человеком, который судит ближнего своего. Это есть принцип Толеона. Толеон в Коране. В своем исследовании я также решил рассмотреть текст Корана, который был дан через пророка Мухаммеда, как верят в это мусульмане, примерно около 600 года новой эры. Свои откровения Мухаммед получал в городе Мекка и Медина. На карте я здесь обозначил Мекку. Что говорит Коран о Толеоне? Давайте посмотрим. Сура, 5 глава, с 44 по 45 аят. Мы не спаслали Таурад, то есть Тор, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решение для исповедующих иудаизм. Мы предписали им в нем душа за душу, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Мухаммед здесь говорит, что в Торе, то есть в законе Моисеева, Бог повелел руководствоваться принципом Толеона в своих судах, как мы с вами здесь видим. Явный Толеон. Душа за душу, око за око, нос за нос. Но также Мухаммед утверждает, что потерпевший может отказаться от Толеона и попросить не проявлять к преступнику наказание. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. При внимательном изучении Торы, закона Моисеева, честно говоря, я не нашел вот это постановление, о котором говорит Мухаммед. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. В тексте Торы этого нет. Откуда же это появилось? На мой взгляд, в данном тексте Мухаммед пытается соединить постановление о суде закона Моисеева и учение Иисуса Христа о том, чтобы не руководствоваться Толеоном. Посмотрите, я привожу тексты. Первая часть утверждения Мухаммада о суде. Мы подписали именем душа за душу, око за око, нос за нос и т.д. Относится к закону Моисееву и расположена в книге Левит 24 глава с 19 по 20 текст. Кто сделал повреждение на теле ближнего своему тому, должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб и т.д. А последующие утверждения. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Относится уже к учению Иисуса Христа, который мы с вами перед этим читали. Иван Лят Матфея, 5 глава, 38-39 текст. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противьтесь злому. И Иван Лят Матфея, 7 глава, 2 текст. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Тем не менее, Ибн Кассир, это усламский ученый и авторитетный толкователь Корана, в своем толковании с суры 5 из 44 по 45 аят, ссылаясь на авторитетных людей, призывает мусульман исполнять эти предписания в своих судах. Тафсир Ибн Кассира. Тафсир это толкование. Сура 5, 44-45. Аббас сказал, душу следует убивать за душу, выкалывать глаз за глаз, отрезать нос за нос, вырывать зуб за зуб, а раны наносятся на раны. В этом равны все свободные мусульмане между собой, мужчины и женщины, если преднамеренно было совершено преднамеренное убийство или посягательство меньшего масштаба. Али Ибн Абу Хатим передает мнение Жабира Ибн Абдулы по поводу данного аята. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Его грехи убавятся ровно настолько, насколько он пожертвует выкупом. Таким образом, Коран в судопроизводстве предлагает использовать два пути. Первый путь это путь Талиона, когда степень наказания за преступление равна степени принесения ущерба в результате этого преступления. Второй путь это когда обиженный человек, пострадавший человек, может отказаться от Талиона и простить обидчика, и за это ему обещается искупление его грехов. Заключение. Мы с вами подошли к такому моменту, когда уже необходимо подвести итоги и провести определенные сравнения, сделать выводы. Поэтому мы с вами сейчас осмотрим таблицу сравнения древних законов. В левой колонке здесь даны названия законодательных сводов древними сапатами, закон Моисеев, а также Новый Завет, речь Иисуса Христа и Коран. В правой колонке я написал реакцию законодательных систем на преступление, когда преступник выбил зуб или глаз другому человеку. Итак, что мы с вами здесь видим? Мы видим с вами, что только два закона из древних клинописных законов, законов Месопотамии, предлагают в виде наказания использовать штраф. Это законы Урнаму, за выбитый зуб или глаз штраф 2 сикли серебра, а также хетские законы. Здесь штраф уже побольше, 20 сиклей серебра. В остальных же законах древней Месопотамии, которые дошли до нашего времени, это законы Хаммурапи, а также ассирийские законы, присутствует Толеон, когда по принципу Толеона в виде наказания выбивают зуб за зуб, глаз за глаз. Закон Моисеев также использует Толеон. Иисус Христос запрещает людям использовать Толеон в своих земных судах, но при этом показывает, что Бог в своих судах иногда использует принципы Толеона. Коран дает возможность пострадавшему человеку выбрать либо Толеон, то есть справедливое наказание обидчику, либо путь прощения, простить преступника, простить своего обидчика. При этом Коран обещает человеку, простившего своего обидчика, что Аллах также ему простит его грехи в той степени, в какой он простил своему обидчику. Мы с вами увидели, что не во всех древних законодательных сводах рекомендуется производить суд по принципу Толеона. Появляются еще два других принципа суда и наказания преступника, которые совершенно отличаются от Толеона. При Толеоне принцип наказания заключается в том, чтобы преступник был наказан такими же потерями и болью, какие он причинил своей жертвой. Цель же наказания выражается в том, чтобы воздать справедливое возмездие преступнику и действовать для других людей как устрашающий фактор, отпугивая их от совершения преступления. Как мы с вами уже увидели, Толеон применялся в законе Моисея, в законах Хамурапи, в ассирийских законах. В наше с вами современное время Толеон сохраняется в некоторых исламских странах, таких как Иран или Саудовская Аравия. Следующий принцип наказания суда над преступниками я назвал как гуманное наказание. Принцип гуманного наказания заключается в том, что наказание не должно быть жестоким и должно помогать преступнику измениться. Вместо смертной казни и нанесения телесных повреждений применяются денежные иски для возмещения ущерба, исправительные работы и психологическая помощь. Цель же наказания изменить поведение преступника и восстановить его в обществе. Мы с вами видели, что гуманное наказание применялось в законах Урнаму, в хетских законах. В наше с вами современное время гуманное наказание также используется в большинстве современных стран мира. И, наконец, последний принцип суда над преступниками я назвал как сострадательное наказание. Принцип сострадательного наказания заключается в том, что вместо наказания преступник получает прощение, любовь, сострадание и доброжелательное отношение. Цель же такого наказания заключается в том, чтобы полностью изменить мышление преступника, реабилитировать его в обществе, пробудить его совесть, Побудить любить других людей. Данный принцип наказания преступника был озвучен Иисусом Христом и записан в тексте Нового Завета. Этот принцип суда и наказания я не нашел, чтобы он использовался в каком-то древнем государстве. И тем более он не используется ни в одном современном государстве. То есть он не практикуется сейчас. Но возникает вопрос, какой принцип суда и наказания из этих трех наиболее эффективный и действенный? На мой взгляд наиболее эффективный это принцип сострадательного наказания. Потому что этот принцип направлен на то, чтобы изменить мышление человека, изменить его изнутри. Но я также понимаю, что это очень сложный путь, требуется очень много терпения, времени и жертвенности. А что вы думаете об этом? Какой на ваш взгляд самый лучший принцип суда и наказания из этих троих? Напишите пожалуйста свое мнение под видео. Мне будет интересно ознакомиться с ним. На этом я хочу закончить свое исследование данной темы. Берегите себя и всего хорошего вам в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...